В этом году соревнования воздухоплавателей проходят в непростых погодных условиях. Сильный ветер не даёт тепловым аэростатам, в народе воздушным шарам, взмыть в небо. Приходится откладывать время старта или вообще отменять полёты. Летом воздухоплаватели летают рано утром, сразу после рассвета или вечером. В это время поверхность земли равномерно охлаждена или равномерно прогрета. И восходящие тепловые потоки не мешают полёту. Маршрут планируют запуская чёрный воздушный шарик. Из-за цвета он хорошо выделяется на фоне рассветного неба. По нему определяют силу и направление ветра. Наконец-то подходящее место найдено. Поднят жёлтый флажок. Пятиминутная готовность. Команды начинают быстро собирать аэростаты. Каждое движение отработано до автоматизма. Не прошло и десяти минут, и вот уже на аэростатах заработали горелки, которые наполняют оболочку горячим воздухом. Первые воздушные шары наконец-то взмывают в небо. Через считанные секунды к ним присоединимся и мы. Ответственный момент. Звучит команда в корзину. Наш пилот Алексей Ратин даёт газу, и огромный шар, как пушинка, взмывает вверх. На земле остаётся часть команды. Они будут следить за ситуацией и, если потребуются, помогут нам приземлиться. Поехали! Всё, земля, прощай. Задача спортсменов – попасть специальными маркерами по мишеням на земле. Чем ближе он упал к центру креста, тем лучше результат. Ну а наша команда наблюдает за соревнованиями со стороны. Полёт теплового аэростата пилот регулирует только в направлениях вверх или вниз. Поддаёт газу или выпускает лишний горячий воздух через специальный клапан вверху оболочки. Руля нет. Воздухоплавателям нужно правильно угадать, на какую высоту забраться, чтобы ветер доставил аэростат к мишени, а не унёс в другую сторону. Максимальная скорость полёта зависит от скорости ветра. Обязательно нужно знать вот этот прогноз на ближайший час-два. Если будет усиление ветра, то понимаем, да, мы взлетели, а при посадке, если скорость будет 40-50 км в час, у нас колёс на корзине нет, поэтому это будет очень экстремально. Но сесть можно. Куда именно приземлиться тепловой аэростат, тоже не всегда сразу понятно. Пилот старается выбрать место недалеко от дороги, куда подъедет автомобиль команды. Одна из основных задач – избежать линии электропередач. Это главная опасность для пассажиров и пилотов. Мы сегодня были на высоте 400 метров над землёй, и уже потихоньку снижаемся и ищем комфортное место для посадки. Чтобы подняться в небо, мы три раза меняли положение, искали ветер. Вело в том, что у аэростатов нет ни мотора, ни руля, и пилотам приходится буквально ловить потоки воздуха, чтобы подняться в небо. Касание. Держимся, предупреждает пилот. Приземление выглядит вот так. Посадку в ветреную погоду мягкой не назовёшь, но наш пилот – настоящий профессионал, и все пассажиры отделались только лёгким испугом. После того, как нас метров 30 волоком протащило по земле, корзину положила на бок. Остальная команда уже на месте. В первую очередь проверить, все ли в порядке, все ли хорошо. И, соответственно, во вторую очередь бежим и хватаем свободный конец вершины, и его кладём дальше. Соответственно, мы его начинаем сворачивать, складывать весь материал в кучку, аккуратненько складываем, и потом уже убираем сумку. По итогам соревнований Кубок Феодосии завоевал пилот Дмитрий Кузьминых из Подмосковья. Это не первая его награда. В 2011 году он взял серебро на чемпионате России. Людмила Замятина, Павел Красиков, Севинформбюро, Феодосия.